У меня несколько запросов, если позволите. Да, давайте. Начну с того, что мне порекомендовала вас подруга после того, как я заболела ковидом, и у меня начались и панические атаки, и просто невозможно было уже. И она дала мне на вас ссылку, я начала смотреть ваши видео, очень много осталось, отклеила, думала, что если кто-то этим занимается, то это просто ерунда какая-то, и всё. Но, как говорится, жизнь, видимо, меня повернула так, что пришлось в это поверить, с этим столкнуться. На данный момент у меня несколько запросов. Первый — это связано с сосудами и головным мозгом. То есть у меня, получается, нарушено кровообращение, и плохо поступает в головной мозг кровь, и постоянные головные боли, очаги глиоза, энцеллофопатия. В общем, много разных диагнозов. Слабость очень частая, постоянный какой-то невроз, постоянно какой-то страх болезни, заболеть за себя, за родственников, страх смерти. Вот вроде какие-то качели. Вроде всё нормально, всё отлично, но тут раз — и не пойму. Как говорят, что это не моё чувство. Вот я раньше не могла это понять, как это, это не моё чувство. Но вроде бы всё, хорошее настроение, потом раз — о чём-то подумаешь, и вот опять страх какой-то, что-то случится, что-то произойдёт. Потом ЖКТ, вот проблемы у меня и с печенью, и холецистит, ну шеи, постоянные шеи, спазмы в шее очень сильные, прям, знаете, так с полой, как будто с капандрой. И вот невозможно чувствовать, не могу уж повернуть, остеохондроз. Сейчас миома матки у меня, эндометриоз, жидкость в коленях у меня пропала. Тоже, видимо, говорят, что после ковида. И вот сейчас правое колено, не могу никак... Вот чувство при ходьбе очень сильно влияет. Как-то дискомфорт. Болит оно или оно опухает? В чём проблема с коленами? Вы знаете, оно у меня, да, оно у меня болит, как бы я чувствую, что вот я наступаю на него, но у меня вот прям такое ощущение, ну вот как будто что-то там то ли мешает, то ли вот как-то вот чувствую, не могу я комфортно наступить, вот как-то согнуть ногу. Наташа, это всё после ковида началось? В принципе, да. А до этого вы были здоровым человеком? Можно сказать, что, ну, раньше у меня пилонефрит был в детстве, вот я помню про ляп с клапаном у меня с сердцем, это ещё вот когда мама была жива, я вот это всё помню. Ну как вы, сколько вам сейчас с полных лет, Наташа? Мне 38. 38 лет. Вы молодая женщина, да. Вот ковид был год назад? Да, получается, первый раз я заболела в июле месяце, и конец июня, начало июля. И вот второй раз в январе месяце этого года. Ага, и вот год назад, до болезни ковидом, как вы себя чувствовали, как ваша жизнь складывалась? Что вы делали в жизни? Ну, работала, ребёнок у меня, доча, замужем я. Что делали? Наверное, искала себя. Это что именно? Как это выглядело? Как выглядело? Ну, наверное, немного ощущала, что что-то делаю как-то не своё. Вот вроде бы на работе работаю, но как-то вот думаю, может быть, это не моё какое-то предназначение. Вот когда эти мысли, когда вот эта работа у вас была, с какого возраста, и когда эти мысли стали вас посещать, что я что-то делаю не так в жизни? Наверное, год, наверное, так года четыре назад. Три назад. Тогда здоровье было хорошее в тридцать четыре года? Да. Сил было много. Что заработали? Ну да. Что делали? Ну, у меня и до сих пор она. Я как бы экономист на производстве. Что за производство? Производство металлоконструкций, шахтного оборудования, ремонт шахтного оборудования. И вы сколько там лет работаете? Ну, 14 лет. Все в одной должности? Ну, сначала инженер, потом экономист. А когда захотелось свалить из этого завода? Или с производства? Вы знаете, как-то вот раньше не было у меня таких мыслей. Мне казалось, что вот, ну, у меня все хорошо, все отлично. Вот раньше таких мыслей не было посещать. Ну, вот когда они появились? Вот когда эти мысли стали посещать? Я бы, наверное, больше сказала, что они сейчас меня посещают. Вот раньше вообще этого не было. А вот сейчас почему-то больше. Может быть, я занимаюсь не тем. Наташа, вы сказали, что 4 года назад стали заходить эти мысли, да, надо было вот и что-то изменить, в чем мое предназначение и так далее. Вот именно 4 года назад началось? Или позже немного? Или раньше еще? Именно по работе? Да. Наверное, сейчас только. Раньше у меня такого не было. Ну, вот в 35 лет. Как вы относились к своей работе? Когда мысли стали приходить, да, в чем мое предназначение? 35 не было таких мыслей. Не было таких мыслей. А что было у нас? Нет. Что тогда с 34 началось? Поточнее, пишите это. Значит, позже. Значит, где-то с 37, вот так вот. С 36, значит. Вот так. С 36. Что стало происходить? Опишите это. Страхи. Страхи. Вот сильно, кстати, да, страхи очень сильно появились. Именно страх смерти, болезни. У меня страх сильно, я плавать вообще очень боюсь. С 37 лет? Вот воду люблю. Нет, вообще, вообще чуть ли не с рождения, мне кажется. Вы плавали с детства со мной? Ну вот, допустим, мы куда-то поедем, помню, с родителями, там где вода, вот мне нравится всё, вот смотреть на воду. Я, кстати, хотела бы спросить, кто я по стихии. Вот я люблю воду, я прям вот люблю тёплые, жаркие страны, где вот вода, там вот всё, пальмы. Но плавать, меня прям вот страх одолевает, я не могу, мне кажется, что вот она колышется, она мне сейчас захлыхнет, и я просто вот захлебнусь и утону. Ну вот с какого возраста это навязчиво? Так. Вот, наверное, это всё-таки с рождением связано. С вашим? Потому что... С рождением ребёнка? Угу. С моим, потому что я помню, когда мама рассказывала про роды, она говорила, что я была обвита пуповиной, может быть, с этим связано. Что ещё там было в родах? Так, что ещё помню из её рассказов? Да, и сколько было маме, когда она у вас родила? У неё почти был такой же возраст, когда я свою дочь родила. У меня очень часто посещают мысли, что отвлекается где-то маме на жизнь. её... Сколько дочери лет? Дочери 12. 12 лет. Как себя мама сейчас чувствует? Мама умерла, ей было 43 года. От чего? У неё были частые головные боли. Вот тоже начался период где-то так же в 37-38 лет. Она начала ходить по больницам. Они могли выявить, на тот момент не было толком ни МРТ. Вот я, допустим, МРТ проходила, да, у меня показали все диагнозы именно МРТ, а там на тот момент не было ничего. И уже по вскрытию было известно, что опухоль головного мозга. Какая? Как называлась? Рак? Вроде это, получается, её сестра рассказывала, что они в детстве играли, и её брат накрыл курткой, а в куртке лежал плюч. То ли от подвала, то ли от чего, то ли гаечный. И он ей сильно по голове ударил, что вот все думают, что именно от этого удара у неё образовывалась, образовывалась, видимо, такая вот опухоль и в конце концов. Ну, это какие-то легенды, понимаете, на самом деле. По голове всех било в детстве в той или иной степени. Все падали, все что-то разбивали, шишки, колени там и так далее. Ну, это с каждым ребёнком происходит. Ссадины у всех точно были, и головой все били. Может быть, не у всех были черепно-мозговые открытые травмы, но удары головой сто процентов. Ну, что, у всех опухоль, что ли, после этого возникает? Нет, конечно. Как атмосфера в семье была у родителей? У моих? Да. Да. Мне было 12 лет, когда папа, они с мамой поругались, он ушёл. Я очень сильно это переживала. Я ещё училась в школе. Очень прям, я помню, даже всегда и себе внушала, что он в командировке, что вот скоро это, потому что редко с ним виделись. Мама очень сильно переживала. Потом, когда мне было 14 лет, они всё-таки развелись. Вот. Потом, когда мне было 16 лет, мама умерла, папа вернулся и стал жить со мной. так маме стало плохо после развода? Я так думаю, что это такой большой толчок дало. Ну, то есть до того, как у них не случились какие-либо разборки, мама себя хорошо чувствовала? Нет, вот он злился, что она часто ходит по больницам. Что ты, говорит, там всё ищешь? Она говорит, у меня голова сильно болит. Я вот это помню её когда вот в детстве. За какое время до развода это происходило? Сколько маме лет тогда было, когда начал по больнице ходить? Ну вот, кстати, где-то, наверное, моего возраста 36-37. 36-37. А развелись, когда маме сколько было лет? Так, Наташа, подвисла что-то. Наталья, слышно меня? Наташ, слышите меня? Подвисать, немножко картин. Да, развелись, сколько вам было лет? Сколько маме вернее было лет? Случается... 14 лет. Маме сколько было тогда? Так, маме... 38 тоже. 40... Так, если она меня родила в 27 лет, 20... А, 27. 41. 41 год. Вы просто в начале сказали, что у вас с мамой похожая судьба, и что вы родили в одном возрасте. Ну, я в 26, получается, родила, она в 27. 27 родила. Вашей дочке сколько сейчас? 12. 12. 12 лет. И когда родители стали ругаться, за какое время до развода это произошло? Ой, они ругались, я даже помню, маленькая была, три годика мне было, я ходила, вот так за голову, у меня уже голова от вас болит, хватит ругаться, они там закроют дверь. Вот это помню. Ну, то есть, понимаете, от чего голова-то болит? Хуже. Угу. У меня были такие мысли, что вот я постоянно говорила, у меня от вас галя-ля, уже болит, прекратите ругаться, вот это помню. Угу. Наташа, сейчас как состояние ваше, в данный момент время? Есть где-то боль? Есть ли где-то дискомфорт? Да. У меня вот постоянно в диафрагме, мне сказали, у меня спазм диафрагмы, вот прям вот здесь вот, голова у меня вот, вот здесь вот всё сковывает. Потом вот, знаете, как вот вдохнуть, как-то вот у меня, ну вот чувство как-то вот, какое-то вот. Наташа, ваша задача сконцентрироваться на этом ощущении, которое в голове у вас есть. Давайте с этого разберёмся, с этого момента. У нас голова самая болезненная. Да, она сейчас вот прям беспокоит. Миома, это уже вторая. Я понял. Мы пойдём в ваше прошлое для того, чтобы найти, откуда это на самом деле появилось. И там поработаем с этим. Договорились, Наташа? Угу. Итак, концентрируйтесь на этом ощущении. Итак, скажите себе, мне 30 лет. Есть это ощущение в теле? Концентрируйтесь на ощущение в голове, пойдём в прошлое, посмотрим, откуда взялось это. Мне 30, скажите. Мне 30. Как ощущения? Шум в ушах, какой-то прилив в голове идёт. Боль есть? Да, вот здесь. Мне 10. Мне 10. Такая же скованность. Мне один год. Мне один год. Да. Мне один день, я в животе у мамы. Мне один день, я в животе у мамы. Угу. Сколько процентов от того, что было в ощущениях голове, остаётся? Как будто вообще так же. Так же. Чё это чувство, папина или мамина? Мамина. Маму как вашу звали? Татьяна. Значит, 27 лет ей был, да, когда она вас родила? Угу. Итак, скажи тебе, я мама Таня, мне 27. Как ощущения? Я мама Таня, мне 27 лет. ой, у меня вот тут вот что-то, там где диафрагма моя, что-то тут вот прям схватила. Голова как? Как голова? Вот здесь прошло, вот здесь осталось, в шее. Осталось. Я мама Таня, мне 10 лет, как ощущения? Вот как-то вот здесь, вот и вот здесь, вот. Скованности как будто нет. Прошла. Я Таня, мне 20 лет, как ощущения в голове? Я Таня, мне 20 лет, как ощущения в голове? Вот тут вот есть. Появляется. Я Таня, мне 16 лет. Как ощущения? Я мама Таня, мне 16. Как ощущения? Ну, Таня, мне 16 лет. Усилилась почему-то. Да. Мне 12. Я Таня, мне 12. Как ощущения? Я мама Таня, Ой, да. Есть. Я мама Таня, мне снова 10. Как ощущения? Я мама Таня, мне 10. Есть. Сколько процентов сейчас, я ощущаю в 10 лет? От того, что было? 50. 50. 50 ушло? Я Таня, мне 5. Как ощущения? Я Таня, мне 5. Я Таня, есть. Я маму Таню, мне 1 год. Как ощущения? Я маму Таню, мне 1 год. Как будто шум в ушах пропал. А вот это вот осталось. Осталось сколько процентов там? Ну, процентов 30, наверное, есть. То есть, я мама Таня, мне 1 месяц в животе у своей мамы. Как ощущения? Я мама Таня, мне 1 месяц в животе у своей мамы. Ой, почему-то вообще всю голову. Я мама Таня, мне 1 день от животе у своей мамы. Мама Таня, мне 1 день от животе у своей мамы. Ещё раз повторите. Не слышно было. Вот сюда. Ещё раз. Да, на лицо. На лицо прилив пошёл. Окей. Хорошо. Давайте сразу пойдём в предки. Я тот предок, с которого начался этот конфликт. Кем я себя ощущаю? Мужчиной или женщиной? Я тот предок, с которого начался этот конфликт. Кем я себя ощущаю? Мужчиной или женщиной? Мужчиной. Что в моей жизни происходит? Сколько мне примерно лет и что происходит, связанное с этим ощущением? Мне кажется, или то, что мне рассказывали про её прадеда, который на войне без вести пропал, может быть, поэтому он у меня всплыл. Что там происходит? Что мне рассказывали? Мне рассказывали, что у них с прабабушкой были не очень отношения такие хорошие. Раньше женились, даже не спрашивали, нравится, не нравится, любят, не любят. Они поженились, он пил, гулял, дебоширил. моя бабушка, это вот мамина мама, она постоянно на него кидалась, защищала маму, я это помню, она рассказывала, она такая боевая была. И вот он потом на войну ушёл, но он, кстати, бабушку очень любил, хоть она постоянно на него вот кидалась, защищала там маму свою, но он её любил и ну как бы к ней хорошо относился. Их было сколько, четверо, даже пятеро детей, по-моему, и он на войну ушёл, и бабушке Анюты пришла повестка, что он без вести пропал. Как это, не повестка, а письмо. Да, письмо. Вот что во всей этой истории связано с Прадином, вот самое яркое связано с этим переживанием, что именно я вспоминаю, что отзывается в моей голове. вот он метался, что ли, что-то его не устраивало. что его не устраивало? что его не устраивало? Ну, приходит такое, что жизнь его, чтобы бабушка, что ли, не устраивала. Вот так вот. Хорошо, давайте поработаем с этим конфликтом. Итак, я этот предок, я прадед, мне один день, я в животе у своей мамы. Я мой прадед, мне один день, я в животе у своей мамы. В этот момент представьте, что к нему приходит сам Бог и говорит ему, дорогой, в твоей жизни получится так, что ты выдержишь, женишься на женщине, которая тебя будет не очень любить. Но ты при этом будешь испытывать несветлое чувство, и у вас будут не самые лучшие отношения в этот момент. И потом ты уйдешь на войну, и там пропадешь без вести. Но все это для того, чтобы ты всегда ощущал себя счастливым, самодостаточным, уверенным в себе мужчиной. Это для того, чтобы все твои потомки от тебя унаследовали любовь. И это для того, чтобы свет твоей души передался им сквозь множество поколений и веков, и именно это они ощущали бы от себя. И вся твоя боль, все твои разочарования в этой жизни мгновенно бы трансформировались в чувство безусловной любви, и именно этот бы дар стал бы управлять твоим поведением, твоим выбором, твоей жизненной миссией. И именно это ощущение с этого момента будет передаваться всем твоим потомкам, для которых твоя любовь будет ориентиром. И именно это чувство будет их оберегать от сложностей в жизни и даровать им крепкое физическое и душевное здоровье, дарое полную уверенность самих в себе. Как ощущения? Почему-то в виски сильно прилив идет и вот сюда опять на лицо. Как ощущения в затылке? Чуть-чуть есть. Чуть-чуть. Наташ, теперь мы поднимем градус нашего разговора и я вам задам такой вопрос. Он может быть не очень обычный, но тем не менее. Вы когда-нибудь во снах или в реальности видели духов? Я вот часто вижу маму, вот как вот что-то с ней происходит, что-то это. Во снах или наяву? Во снах. У меня папа мой, он рассказывал, он маленький когда был, он подавился бутылочкой и он помнит, как он со стороны видел себя маленького и как мама его вбежала в комнату и как, ну, он говорит, я хотел показать, вот я стою, а она вот над ним. И потом говорит, я смотрю, я маленький, вот моя мама. Потом говорит, она даже мне не верила, я рассказывал, как она зашла, где что стояло, вот такое у него было. Это у папы было, я про вас сейчас спрашиваю. Вы понятны, что делал его дочь, но тем не менее, у вас введения были, помимо маминых переживаний, да, введения связок с ним, когда вы находитесь где-то, даже в лесу, и вы вдруг видите дух этого леса. Мне кажется, что здесь кто-то присутствует, и вы его понимаете, и он как бы на вас смотрит. Были такие ощущения? Вот кто-то присутствует, было. Да. Как вам это состояние, когда вам кажется, что кто-то присутствует, и вы даже его понимаете, что я нутром чувствую? Ну, страшно, а вот страшно потом становится, а в начале-то как? До того, как страшно стало? Наташа, слышите меня? Слышу, вот я думаю так, но у меня кроме страха ничего не приходит. Ну, ничего не было. То есть, вот тогда эти секунды, когда вы чувствовали присутствие кого-то, то, кого вы чувствуете в этот момент. Припомните, вот эти микросекунды, что в этот момент возникало внутри, что кто-то присутствует. Вот какой контакт этот был? Ну, у меня не то, что как бы контакт, у меня, знаете, как бы в мыслях такое было, еще, наверное, с детства. Я боялась темноты, кстати, в детстве очень сильно. Мне казалось, что там кто-то это есть. Может быть, это как-то с детства? Это вы про страхи расскажете, а именно про те состояния. Я просто объясню, что у вас открытый канал, да, вы хорошо очень чувствуете людей, у вас интуиция на пространстве духов открыта. Вы чувствуете пространство, в котором вы оказываетесь. Вы можете считывать информацию с предметов, в комнату зашли в какую-то, вы будете даже, вы не знаете хозяев там или кто там жил 10 лет назад. Вы можете эту информацию с этого пространства получить, если захотите. Да. Вы вдруг понимаете, что вот здесь происходило. Вот были такие состояния жизни? И вы как бы не знаете, откуда у вас это знание, вы просто это понимаете. Что-то я не припоминаю такого. Ну, как бы у меня есть такое, что вот... Жалко, что вас плохо слышно сегодня, не видно, да? Было бы интересно за вами, да, за вами наблюдать, потому что, еще раз говорю, вот ваш случай, с одной стороны, это да, мамины проблемы, вы их унаследовали, они на вас влияют и прочее, плюс папины еще. У вас энергетика через отца больше идет, при всем при этом. Но канал открыт, я его чувствую, да, я вижу, что у вас, так сказать, дар, вот он есть. То есть вот данность эта дана, вы можете чувствовать предметы, пространство, можете считывать с людей информацию об их предках и так далее. Вот все это дано, но вы этим не пользуетесь, потому что никогда это не развивали в себе. И часто у таких людей это происходит спонтанно. И вот их наваливает реальность какой-нибудь тяжелой болезнью, когда они глючат буквально, да, вот то, что с вами происходит, для того, чтобы вы разобрались со всем этим. Понимаете, разобрались не просто со своим здоровьем, а со своим предназначением, со своим даром, который можно и нужно дальше направлять в сторону помощи другим. Для того, чтобы вы были успешны в принятии решений и этим вы могли поделиться с другими людьми. И тогда у вас совершенно по-другому начат жизнь выстраивать. И тогда здоровье начат потанавливаться. Это что именно, Артем? Вот я немного не могу понять, чем именно я должна заниматься. Вы, еще раз говорю, у вас канал медиума работает. Давайте так скажем. Вы можете считывать информацию с фотографий, с людей, с предметов и так далее. И давать людям точные советы, как им поступить, потому что вы как бы насквозь можете увидеть ситуацию, что на самом деле с человеком происходит. Да. Никогда это не замечали за собой. Вы вдруг понимаете, что происходит. Вот просто понимаете и все. Вам кто-то что-то рассказывает, не знаю, производственная какая-то ситуация, он начинает там на собрании сидеть, что-то там расскажет, а вы просто понимаете, что это. Или пришел новый сотрудник в компанию. Вы уже будете понимать, что он с собой вместе принес. Почему-то у вас такая мысль приходит, а она потом оказывается говно. Никогда не замечали за собой? Теперь надо как-то бы замечать. Никогда не замечали, да? Ну, давайте поиграем в игру. Эта игра называется «Открытое предназначение». Представьте, что то, что я сказал, происходит с вами постоянно, причем под вашей волей. вы сами концентрируясь на человеке, ну, допустим, выбор, с кем что делать, с кем сотрудничать, брать человека на работу, не брать, или какие-то там решения, купить эту машину либо другую. Вот вы точно знаете, какой надо купить и чем это дело закончится. Вот это все есть. К примеру, есть. Какое ощущение в этот момент? Что я чувствую, когда я знаю, что у меня это работает? Когда у меня дар работает? Какое ощущение внутри я в этот момент испытываю? Как чувствует мое тело в этот момент? Что-то у меня вот тут вот прям все цвело. И вот тут цвело. так, вот оно тут цвело. А на душе как состояние в этот момент? На душе хорошее, как будто какую-то пользу приношу. Да, вот я приношу пользу, я чувствую, что происходит. Вот зачем с людьми та или иная ситуация возникает? Я это чувствую, я это понимаю, напрямую это знаю. Мой канал, который у меня есть, вот он открыт. Что я в этот момент не только в душе, а в теле начинаю ощущать? Что вот представьте, что к вам обращаются люди, а вы легко расшифровываете их ситуацию. Как состояние при этом? Что я начинаю чувствовать в теле? Ну почему-то скованность у меня не уходит, я не знаю почему. Пусть не уходит. Что он начинает чувствовать? Подавление. То есть тело, оно как маркер, но оно не, скажем так, не то, о чем надо думать. а единственное. Сейчас я в другую атмосферу погружу и там посмотрю, в чем разница. Но надо что-то начать. Просто вы помогаете. Представьте, приходят люди, вы знаете, например, что им сказать? Оно само через вас проходит. Само приходит сознание и вы увидите ситуацию. Ясно вы представляете? Как ощущения? Какое-то спокойствие и радость, наверное, какая-то. Радость. А теперь представьте, Наташа, вы пошли в лес. Вот к лесу подошли, к опушке леса, для того, чтобы побыть в его стихии, для того, чтобы с ним пообщаться, почувствовать лес. Вас потянуло туда. И вы там находитесь. Стихия, которой вам хочется находиться в данный момент времени. И вы его слышите. Слышите все деревья, слышите, что там происходит. Вам как будто стихия и атмосфера леса приносят огромные силы. И вы ее понимаете. И в этот момент понимаете себя. И вот представьте, что когда вы в этой атмосфере, то на прием к вам же приходите вы сами. Как будто вы... Вот сейчас предстоит вам встреча с собой же. И вы сами должны себе дать совет, рекомендации. А что делать дальше в жизни, для того, чтобы здоровье нормализовалось. Что мне хочется самой себе в этот момент сказать? Какой я себя вижу в будущем? Что я себе сообщаю такого ценного, что мне хочется себе сказать? Какие мысли в этот момент приходят ко мне в голову? И как я себя при этом начинаю чувствовать? как состояние, что я себе хочу сказать? Почему-то хочется сказать вот про переезд почему-то, про путешествия, про отдых, про как-то фокус на себя сместить. Вот такое приходит пока. И вот представьте, что вы слушаете свои же советы, которые вы себе говорите. Что вы начинаете в этот момент чувствовать? Вы начинаете реализовывать те же советы, которые вы себе сказали, смещаете на себя фокус, начинаете ехать куда хочется, куда душа тянет? Ой, ну это облегчение прям такое. Вот как вы рисуете это облегчение? Что вы чувствуете в этот момент? Как будто, знаете, всё так опустилось. То есть переставит вообще всё ли? Все боли уходят? Ну, не знаю, как боли, а вот именно чувство, вот чувство такое вот как будто вот вот не тело вот, ощущение, а вот как-то, не знаю, как внутренняя. В попе такая лёгкость вот. Так, в теле что чувствуешь в этот момент? В теле вот здесь вот почему-то у меня спазм идёт в диафрагме. Приятный спазм или некомфортный? Некомфортный. Некомфортный. Итак, гуляйте дальше, по лесу. Я в лесу. Представьте, вы там. Лёгкая прохлада, красивые деревья, одно дерево на другое не похоже. Как состояние? Свежий воздух. Как ощущение? Что происходит? хорошее ощущение. Лес восстанавливает ваше здоровье? Ваше здоровье? Я вообще природу люблю, но почему-то мне вот хочется воду. Не знаю, почему. Лес восстанавливает ваше здоровье? Да. Какому дереву хочется подойти? К берёзе? К дубу? Какому дереву? К сосне, может быть? К чему-то к дубу. Ну, подадите мысль на дубу, да, и там, обнимите его, или там, погладьте его. Что хочется сделать, чтобы с ним взаимодействовать? Ну, просто облокотиться. Облокотитесь, как мужчина. Хорошее. Наташа, а вы где живёте? В Казахстане. В Казахстане. А лес есть у вас рядом с тем местом, где вы живёте? Ну, у вас просто лесопосадка. Вот я раньше часто в неё входила, гуляли, а так, нет у нас тут. Искусственный парк какой-то? Лесопосадка, это ещё в советское время она высажена была. И тут вот, знаете, как приезжают со всех мест шашлыки делают, всё там, с собаками гуляют, зимой тут на лыжах катаются. Наташа, скажу своё мнение по поводу вас. Несмотря на наличие всех этих синдромов годовщины, из того, что вас связано с мамой, эта история печальная и банальная, да, потому что, ну, собственно, родители развелись, и это там неблагоприятно на вас казалось, плюс родовые истории и так далее. Самый простой путь восстановления вашего здоровья, с моей точки зрения, это восстановление или открытие того таланта, который у вас есть. Он через вас рьётся, но только вы это не ощущаете. Это талант, связанный с открытой интуицией, когда вы понимаете пространство, чувствуете его. И через чувствование пространства вы можете помогать другим людям, открывать их предназначение, делать правильный выбор жизни, чтобы они видели ситуацию в глубине и в ширине, такая, какая она на самом деле есть. Потому что большинство людей находятся в своей истории как слепые котята, не понимают, что происходит. А с таким открытым восприятием пространства, которое, безусловно, надо ещё натренировать, у вас старты есть, но вы не тренировали его воспринимать. Понимаете, да? И получается, у вас дисбаланс между тем, что вы о себе чувствуете и думаете, и тем, что есть на самом деле. И вот на этом балансе вы ещё дополнительно подвисаете сейчас. Поэтому, чтобы быстрее восстановиться и дела пошли лучше, я бы рекомендовал самое простое начать контакт с лесом. Именно не просто от деревьев, которые кислород вырабатывают за счёт листочков, а у них есть энергия. В лесу есть пространство, там есть духи, есть состояние, которое в лесу вы можете получать идя туда с открытым сердцем. И вот слушать себя в лесу, это одна из самых простых техник, которая открывает пространственные ощущения. Когда человек с помощью интуиции потом может с предметов считывать или с людей информацию и напрямую начать понимать, что происходит. Без слов. И когда вы начнёте этот язык считывать, у вас в этот момент начнёт включаться исцеление, потому что вы в своей стихии будете. Она у вас безусловно вода, но всё самое простое это пойти пообщаться с лесом. Регулярно. И чувствуешь, что энергия, которую вы начинаете ощущать в лесу, она становится вашей. Потому что вы её ощущаете в этот момент, она через вас проходит, ваше внимание начинает на этом фокусироваться. И именно эта энергия начинает включать в вас состояние, которое соответствует вашей норме. Понятная идея? И находить... То есть получается... Когда вы наедине с собой, когда вам хорошо, когда вы слышите энергию, пространство, и она начинает с вами взаимодействовать. То есть стихия у меня всё-таки вода получается, да? Стихия вода. Но вот то, что сейчас проще всего сделать, это вот начать взаимодействовать с живым организмом под названием лес. Вы там быстрее себя найдёте, быстрее восстановитесь, эта энергия с каждым днём будет сильнее-сильнее трансформировать вас. А потом, когда почувствуете, что это уже несёт вам здоровье, то если хотите пойти глубже, вот тогда надо изучать то, что называется интуиция, ходить на тренинги, там может быть очередной мой тренинг будет по интуиции, там осенью, может быть, да ещё планов жёстких нет. Там первые три урока в эфире, можно в записи пройти, послушать, а два потом я уже даю в открытую. Либо в институте пойти учиться, я на третьей ступени говорю, как интуиция работает, показывать с предметов, информацию считывать, с фотографии, с людей и так далее, и с их полей, и корректировать её, соответственно, но чтобы мозги к этому были готовы, сознание. И чтобы силы были для этого, да, открыться этому, чтобы психологически это правильно воспринимать и уметь это включать тогда, когда это надо, а когда не надо, просто выключите всё, чтобы быть в балансе и управлять собой. Это понятно? А вот что вы с этим будете потом делать, это вам решать. А вот страна, вот мне получается, как вот, эта страна подходит? Вам в любой стране будет хорошо, когда баланс обновить. Вы, на самом деле, я могу сказать, в Казахстане вам неплохо, но если есть идея перемещаться в пространстве, то никто не мешает. Вам главное, чтобы контакт с природой был. Для вас это важно. Это, вот, знаете, как лес дает вам как место силы тоже для вас. Который вас восстанавливает. Если вы на неё настраиваетесь, она начинает вас восстанавливать. Слушая его, слышая его, понимая его, подходите к дереву, да, и чувствуете, сколько оно здесь уже растёт, о чём она вам хочет сказать. И что-то в этот момент насчёт сознания сама приходите. И это, и это состояние, когда это возникает, да, оно очень приятное. такой транс, ну, такой приятный транс, который начинает вас наполнять энергией. Поэтому, в лицу хорошо заниматься, делать практики, пусть там, на опушке, ну, где-нибудь рядом есть, или там берёте, там, пцигунт делаете, медитация, с моментами, вся эта энергия начинает через вас идти. А если на ней ещё концентрируешься, пытаешься почувствовать лес, то это прям здорово. Это потрясающее ощущение. И оно несёт здоровье. Несёт восстановления. И тогда, несмотря на все хитрость и расплетения у родителей, у прадеда и так далее, вас это вообще не будет касаться, потому что в настоящем моменте вы чувствуете силу исцеления через себя, и она вас трансформирует. А потом посмотрите, если хотите людям помогать, да, будете помогать. И тогда от старых проблем никакого следа не останется. Потому что когда ты начинаешь, вот, кстати, вот это продолжение того, что я уже говорил, когда я сейчас я готовлюсь к вебинару по Бринзику, когда ты начинаешь ту жизнь своим ударом, он начинает сам тебя менять, и чем ты больше ему открыт, тем мощнее он раскрывается. Чем здоровее, счастливее и успешнее ты становишься. Не пытаться доминировать мозгом, да, а просто открыть энергию. Понимаете разницу? Не давить на реальность, а просто быть в потоке того предназначения, дара, который так проходит. Ты просто ему отдаешься, и все. Твоя жизнь, это принадлежит ему. Хороший, кстати, слово. А ты наблюдаешь за этим. И это потрясающее состояние. И вот она способствует росту всего. И очень достаточно быстрому. Я попробую. Как состояние сейчас, Наташа? Сейчас спокойно. Спокойно. Смотрите, вот то, как вы себя воспринимаете, руками показать, это вот так свою энергию, да? А то, что есть на самом деле. Вот сейчас руки это покажут, они даже не вмещаются в экран. Это вот так вот. Это вот примерно вот так. В 10 раз больше энергии через вас сейчас проходит, но вы ее не чувствуете, потому что схлопнули из-за своих переживаний, из-за вот этих вот экотормических процессов. А вот вы попробуйте представить, что ваша энергия, вот ее больше в 10 раз. Она на самом деле сейчас прямо происходит. Она через вас происходит. Через вас это проходит. в настоящем моменте. Сфокусируйтесь на этом, что энергии сейчас прямо в 10 раз больше. Как будто вы этот самый мощный дуб на земле, который вот там метров 5 в обхвате, и это сейчас происходит. Прямо включите это восприятие, что эта энергия сейчас через вас проходит. Не надо ничего специального делать, просто включите восприятие. И понаблюдайте, что в этот момент начинает происходить с ощущениями в теле и с вашим состоянием. Причем, я говорю, мне тут ничего предносить не надо. Это так есть. Моя задача просто сфокусировать ваше внимание. Как ощущения? хорошее. Что я начинаю чувствовать еще? Хочется что-нибудь попробовать. Что, например? Вот как вы сказали, что вот пойти в лес и попробовать энергию почувствовать. Прям захотелось. Никогда в это не верила. Даже вообще подумать бы не могла, что такое со мной может быть. И вот когда вы начнете это делать постепенно, у вас это естественно будет открываться. Постепенно. Когда ты начинаешь доверять себе, у тебя это открывает. Ты начинаешь видеть, насколько чудесный мир. Потому что психика должна быть к этому готова. У меня это произошло, когда я был не совсем к этому готов. И у меня так годик примерно я в себя приходил. Примерно. Ну, у меня 3-4 это было острое состояние, когда ты вдруг раз и все чувствуешь. То, что ты не чувствовал раньше. И тебя никто не предупреждал, что такое возможно. А вы можете постепенно к этому подойти, раскрыв этот свой потенциал. И этот потенциал начнет менять вам и физическое здоровье, и вообще многое переосмыслите в жизни. Начнете понимать глубину жизненных процессов. И тогда все, что на вас взвалилось от родителей и предков, вообще уйдет. Потому что вы в настоящем, открыв свой талант, будете делать то, что вы считаете нужным. А почему тогда, вот Артем, у меня такие случаи постоянно, что что-то произойдет с моими близкими, то аварии, то какие-нибудь эти, это что? Это какое-то предвидение или это все-таки просто? Нет. Это страхи. А страхи у вас берут за то, что вы чувствуете что-то большее, но боитесь в эту темную комнату пока для вас посмотреть, поэтому вам страшно становится. Вы боитесь посмотреть за пределы физической реальности. То, как вы в трехмерном пространстве ее видите. Поэтому у людей часто с талантами, у людей одаренных часто бывают фобии большие, страхи, панические состояния, психические расстройства, потому что они чувствуют, но боятся посмотреть дальше. Иногда у них там как бы светлая фаза идет, они шедевры какие-то делают. Но зачастую очень часто они не управляют своим талантом до конца. Он ими управляет, и человек, не соответствуя той энергии, которая через нее проходит, испытывает страхи. Понимаете? Страх – это то, что ты не контролируешь. Это то, чему ты не соответствуешь. Наташа, опять вас подвисает. Я надеюсь, что мой рассказ и наша взаимодействие с Наташей сегодня не утомило никого, потому что очень интересный случай, и, казалось бы, здесь вот все можно вначале отнести к какой-то банальщине. Но на самом деле я просто чувствую, что человек другого уровня, но он этого немного не понимает. И на мой взгляд, это самый простой путь для восстановления ее, вернее, и душевного, и физического здоровья как следствие. И поэтому, Наташа, походите недельку в лес, взаимодействуйте с ним, потом напишите свои впечатления, что вот после нашего эфира с вами стало происходить, как вы себя чувствуете, как вы для себя это определяете. И если потянет, почувствуете сопричастность к этому, следуйте за сердцем и начните изучать себя, изучать этот мир, познавать его, и тогда вы откроете для себя множество других инструментов для того, чтобы помогать не только себе, но и другим людям. И это будет здорово с моей точки зрения. Субтитры создавал DimaTorzok